Археологи обнаружили средневековую рукавицу в замке Кибург. Из цикла «История одежды». Недавно археологи объявили об обнаружении хорошо сохранившейся и неповрежденной средневековой рукавицы XIV века во время раскопок в швейцарском замке Кибург – редкая находка, учитывая, что на сегодняшний день в регионе найдено всего пять таких рукавиц этого периода. Она удивительно хорошо сохранилась, и на ней отчетливо видны многие детали дизайна и декора. Команда также обнаружила фрагменты второй рукавицы, которую носили на противоположной руке. Замок Кибург возник примерно в конце X века, первое упоминание о нем встречается в 1027 году под названием «Чуйгебург», дословный перевод – «коровье укрепление» или «коровий форт». Это говорит о том, что первоначально он использовался для содержания скота. Император Священной Римской империи Конрад II разрушил этот форт где-то между 1028 и 1030 годом, но оно было восстановлено и перешло во владение графов Диллинген. Оно было частично разрушено в 1079 году, когда папа Григорий VII и Генрих IV, который позже станет императором Священной Римской империи, вступили в ожесточенный конфликт из-за того, кто из них имеет право назначать епископов, настоятелей монастырей и даже самого папу, известный как «борьба за инвеституру». Этот конфликт не разрешался в течение 50 лет, но замок Кибург выстоял, и к XIII веку графы Кибург, потомки семьи Диллинген, были одним из самых могущественных дворянских родов на швейцарском плато. Замок Кибург – один из крупнейших сохранившихся замков в Швейцарии, его фундамент датируется XIII веком. Помимо башни и большого зала, здесь есть несколько жилых и торговых зданий, а также часовня, соединенные кольцевой стеной, которая окружает внутренний двор. С 1917 года замок принадлежит к Антону Цурих, а в настоящее время им управляет музейный союз замка Кибург – Верейн музеум Шлоса Скайберг. Зимой 2021 и 2022 годов археологи проводили раскопки на территории к юго-востоку от замка Кибург в связи с обнаружением средневекового погреба, найденного при строительстве нового дома. Погреб был уничтожен пожаром где-то в XIV веке, и команда пришла к выводу, что, скорее всего, погреб использовал кузнец, поскольку исследователи нашли в нем около 50 металлических предметов, в частности, молотки, ключи и острия снарядов. Но неповрежденная рукавица и фрагменты ее пары стали самыми интересными и значимыми находками. Использование защиты для рук в бою относится к концу XII века, когда рукава рыцарских кольчуг, хауберков, были дополнены капюшоном и рукавицами, предназначенными для ношения поверх кожаной перчатки и включающую кольчугу для защиты пальцев. Кольчужные перчатки с отделенными пальцами появились в начале XIV века, в них были пластины, накладывающиеся на суставы пальцев, включая большой палец, хотя только пластины большого пальца были сочлененными в конце XIV – начале XV веков, дизайн снова претерпел изменения и стал включать пластины, прикрепленные к кольчужным или кожаным перчаткам. Именно к последним относится недавно обнаруженная перчатка. Это правая рукавица с четырьмя пальцами. Отдельные пластины сложены, как чешуя, и скреплены заклепками. Дополнительные заклепки с внутренней стороны использовались для крепления пластин к основному материалу, скорее всего, коже, а тот, в свою очередь, пришивался к тканевой перчатке. Судя по сохранившимся деталям изготовления и декора, это довольно сложная работа. В замке Кибург копия рукавицы будет выставлена в качестве постоянной экспозиции, вместе с реконструкцией остальных доспехов, которые носил ее владелец. Оригинал будет выставлен на три недели в сентябре 2024 года. Тем временем археологи попытаются узнать больше о том, кому принадлежала эта рукавица, и, надеюсь, определить, почему подобные находки так редки. Возможно, такие металлические предметы переплавлялись и перерабатывались, а не сохранялись, но пока не будет найдено больше подобных рукавиц, сложно сделать окончательный вывод. Видео подготовлено при участии команды периодического интернет-издания ЖАШ-Клаб и при совместном использовании алгоритмов нейронных сетей и искусственного интеллекта. Продолжение следует...